Источник мироздания Добрый день, ребята! Еду сегодня диагностировать машинку Mercedes Actros Euro 6 Который пришел якобы из-за границы и не имеет пробега по России Машина 2016 года с двигателем WM471 Рядная шестерка впрыск Common Rail Чугунный блок Что касается блока, он чугунный, но он сильно тонкостенный Два верхних распредвала Распредвалы пустотелые Я уже говорил в ролике, рассказывая о Volvo FH13 Что мне не нравится вот эта система пустотелых распредвалов Производители сейчас гонятся за облегчением веса автомобиля Для чего это делается? Для экономии денежных средств Поэтому вот эта система пустотелых распредвалов С наваренными на него эксцентриками Она вызывает много вопросов Соответственно, иногда машина, не доходив свой заявленный ресурс Болеет вот этой неисправностью Когда эксцентрики на распредвалах проворачиваются Или начинают болтаться Представьте себе, как ведет себя в этом отношении двигатель Да, так вот 16-й год И заявляют, что пробег на этом автомобиле Что-то около 580 тысяч километров Ну, я как всегда сильно сомневаюсь Потому что уже привык к ситуации Когда описывается один автомобиль Приезжаешь, а перед тобой совсем другая машина Чем характерен этот сидельный тягач? Он двухосный То есть сзади две оси Но У него средний ленивец То есть средняя подвесная ось В нашей среде эксплуатации С гололедами и так далее С подъемами Вот такая конфигурация автомобиля Она не очень выгодна Потому что Ну, как водители говорят Ну, как корова на льду Если бы был последний ленивец Да, это здорово Это прям очень сильно помогает Но вот средний ленивец Это все наоборот Вот Чем он еще характерен? Это Одна из первых разработок 471-го двигателя Рядного Соответственно, впрыск На этом двигателе Достигает 2100 бар Существует Четыре конфигурации Топленных форсунок На этом движке В зависимости от модификации Его последующих модификаций И вот Ни одна из модификаций Этих форсунок В России не ремонтируется Вообще И даже Практически Нигде не диагностируется На стендах Есть всего несколько стендов Которые это умеют делать Пошевских стендов То есть Народ Который Пытается Купить Или покупает Такие автомобили Он себе не отдает Отчета В том Что с этим Автомобилем Он дальше будет делать Когда этот автомобиль Начнет ломаться Вот И так Это одна из первых Разработок Этого двигателя Дальше он Потерпел Различные модификации И впрыст был увеличен До 2700 бар Ну и так Едем посмотреть Что называется Поехали Называется Шел мимо Рено Т Евро 6 Оптика уже изменилась Не знаю Что там еще поменялось Наверное Уже с год Не видел Эти автомобили Кабина Визуально Осталась Такой же Машина 16-го года Стоял он Видимо В Европе На площадке На какой-то Долго В связи С военной Операцией Он Был выкуплен И долго Сюда шел Машина 16-го года Передняя Правая Ну Остаток Процентов Наверное 35 Есть Батоны Стоят Кордиант Дальше Идет Подвесной Мост Подвесной Мост И резина Новая Совсем Новая И по-моему Китайская Гудрайт Какой-то Дальше Идет Ведущий Мост Резина Резина Тоже Достаточно Хорошая Мишлен В-образная Тяга В-образная Тяга Саленблоки В достаточно Хорошем Состоянии Редуктор Заднего Моста Не снимался Аккумуля Аккумулятор В задней В задней Части Чем Думали Туда И ставили С левой С левой С левой стороны Дальше Дальше Я думаю Что Таскал Он Какой-нибудь Контейнер Мне так Кажется Подвесной Мост Такой же Остаток Тормозной Диск На подвесном Мосту С большим Остатком Да Очень интересно Клапана На коробке Уже Новенькие Стоят Фильтр С парафином Придется Нам его Долго Заводить Кабина А здесь На нем Гидравлика Никакой Это не Контейнеровоз Таскал Он Скорее всего Какой-нибудь Негабарит Я так Думаю Левая Сторона Кабины В точечной Сварке Правая Сторона Кабины В точечной Сварке Задняя Стенка Кабины Целая Рама Я думаю Что он Таскал Негабарит Видите Какая у него Интересная Тяга Такая У-образная Силенблоки На ней Целые Кнорбрем Застоит Фильтр Системы Воздухоподготовки В принципе Смотрится Красиво Даже Очень Коробка 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 Я не вижу Чтоб снимали На нем Она вся Ржавая Уже К сожалению Тут ничего Не увидишь И мост У него Вот этот Ленивый Он Поворотный Но он Неподъемный Ну да Обалдеть Просто Обалдеть Вообще Эксклюзивная Конечно Машина Кардан Кардан Не вижу Чтоб снимался Стоит Так же Как стоял Гидравлика Двойная Штекер Такой Своеобразный То ли он Действительно Под негабаритом Ходил То ли это Автовоз Бывший Для автовоза Не похоже Лобовое Стекло 21 года Оригинальное Стоит Пилкинтон Мерседес Боковое Стекло Слева Шестнадцатого Года Стоит Водительская Опасный Груз Табличка Боковое Стекло Справа Шестнадцатый Год Блютеч Евро Шесть Ну Соответственно Садблю С сажевым Фильтром Двойная Система Очистки Выхлопных Газов Сидельное Устройство Достаточно Высокое Даже Очень Высокое Наверное Если Под фуру То такая Высота Не пойдет Интересно Что же Он возил Такое Сидельное Что Что-то Это Европа Мне уже Начинает Не Нравиться Ну И 471 Двигатель Клапанная Крышечка Течет Видно Это Отсюда Ну 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 Сейчас Поднимем Кабину Посмотрим Что там Веселого Вот Видите Здесь Можно Прикуривать Машину Масса И Плюс В кабине Масса Введена Сюда Интересно Что же Он возил Такое Ну Кабина Конечно У Мерседеса Шикарная Даже Очень Она Удобная Здесь Просто Ниша А здесь Холодильник Ну И Грязь Немножко Есть В нем Здесь Коврик Постелен Встану Все таки Сюда Вот Такие Вот Ниши В принципе Кабина Удобная Ничего Не могу Сказать Что же Он возил Интересно Масса Выведена На торпеду АДР Сиденья Целые Без Каких-то Дырок Дверь Петли Навесы Целые Пикант Аттестации Тахограф 01 09 21 Год Не так Давно Это Было Вин Номер Его Указан Так Инструментальная Ниша С левой Стороны Удобно Сеточка Сделана Повреждений Не имеет И не имела Демонтажа Здесь Никакого Не было Дверь С правой Стороны Петли Навесы Не снимались Дверная Рамка Повреждений Не имеет Вдб Немец Чистокровный 69 652 Вин Чистокровный Немец Пить Инструментальная Ниша С правой Стороны Повреждений Не имеет Вот такой Вот он Двухлистовая Передняя Рессора И судя по Демпферным Подушкам Под рессорой Пробег Действительно Не очень большой Вин Номер Хорошо Читается Одну Цифру Не очень Видно Так 422 Что там Должно быть 963 Троечку Не видно Почему-то Она как-то Затерта Видно Читается Но так Себя Читается Под капотом Крышка Капота Какая-то Двухцветная Она Повреждений Передней Панели Под капотом Нет Да Сильна Машина Гидроусилитель Не течет Масляная горловина Без эмульсии Серьезная техника Даже очень С радаром Внизу Все сухо Повреждений Никаких Нет Красив 471 Двигатель Система Топливоподготовки В интеркулере Никаких масляных Разводов Нет Турбокомпрессор Тут очень интересно Устроен Турбокомпрессор С трех цилиндров Идет ЕГР И с трех цилиндров Идет Турбина Немцы Конечно Молодцы Сделали Турбокомпрессор Чистый Без масляных Подтеков В принципе Двигатель Вот здесь Вот заглушки Течет Вот здесь Это кстати Болезнь Мерседесов Очень часто Это бывает Я не знаю По какой причине Не первый раз Это вижу Далеко Не первый раз Но и в принципе Ничего особенного Все то же самое Что я уже видел Да Симпатяга Двухлистовая Передняя рессора Рулевые тяги Заводские стоят Рулевой усилитель Я уже сказал Не течет В принципе Визуально Такое состояние Красивое Даже очень Рампа С трубочками Сервисный щуп То есть Заглушка Я имею ввиду Масло Подкабинные Лонжероны Слева справа Целы Повреждений нет Кабина На пружинах Подвешена Ну все кабеля Все пневмолинии Все в заводской упаковке Красив Даже очень Но такое чудо Я очень давно не видел Машина очень специфичная С высоким седлом И сидельное устройство Можно Свободно передвигать Туда-сюда Под любые типы Прицепов Рама целая Повреждений На раме нет Пневмобаллоны Стоят И его родные Да Мерседесовские Пневмобаллоны Хвостовик Редуктора Не течет Фонтейн Юнайтед Кингдом Седельное устройство Обалдеть Но оно высокое С высокой проставкой Так О Оровень зарядки АКБ Занижен Включить двигатель Это понятно В нейтралке Воздух есть По 2,5 бара Уровень охлаждающей Жидкости Занижен Но он стоит Правая сторона Немножко вверх Заводиться Он не хочет Севшие Аккумуляторы Сейчас будем Прикуривать Распечатка Тахографа Началась Так 13.05.16 Год 4 километра 696.52 Вин Восемнадцатом году Одиннадцатого Ноль седьмого Ой, не восемнадцатого Шестнадцатого Одиннадцатого Ноль седьмого Шестнадцатого Девятьсот семьдесят четыре Километра И дальше почему-то Распечатка не пошла Еще разок Давай, родной Повторяем Так, что там потом Тридцать первое Ноль седьмое Ноль седьмое Восемнадцатое Сто восьмидстри Тысяч Триста Девяносто Два Километра Ноль седьмое Ноль восьмое Двадцатое Четыреста Двадцать пять Вин его же Пятьсот пятьдесят Одно тысяча Семьсот двадцать Четыре километра Отлично Я думаю, что пробег-то тут родной Ну и машина Ходила Интересно Не очень много Я бы сказал Там, да? Там тысяч по сто пятьдесят По сто шестьдесят За год Аккумуляторы неплохие Не замерзшие Ничего Машина просто долго стояла Сейчас прикурим С прикуривания Крутит Но заводиться не хочет Завели Но в фильтрах у него Парафин И это не здорово Работает не сильно ровно Пусть греется Маслозаливная горловина Не сапунит Вот это вся пластмассовая история Это, конечно, да Вообще Машина становится Все больше Одноразовее И одноразовей Концевик кабины Я его только что поднимал Это мелочи жизни Не в горизонте стоит Но это надо сейчас Пультиком Чек горит Но это я не знаю Что посмотрим Экология выхлопа Наверное, с этим связана Может, что-нибудь Содблю еще Вдобавок ко всему Уровень охлаждающей жидкости Занижен Но машина стоит Право вверх Немножко Не в горизонте Но вот так На одометре 586 383 километра Минус 2 за бортом Количество событий 4 Так, осмотрим Что там за количество событий У нас Оровень охлаждающей жидкости Удалить охлаждающую жидкость Резерв дизельного топлива Габаритный свет неисправен Нижний жалюзер радиатора Не действует Понятно ТО немедленно Ясно Блок управления двигателем Диагностика Смотрим, что там Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости Он светит Ограничение замедления моторного тормоза Это не здорово Так 11353 моточаса Ну, похоже На одометр по пробегу Первое проявление 24.01.23 Второе проявление Тот же день Так Так, 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 так Электромагнитный замок Низкое напряжение аккумулятора Но это неактивны Две ошибки Информация о системе Данные блока управления Так 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 Циклы поездок 16697 поездок При пробеге В 586 тысяч Это не дальнобойный аппарат был Время работы Расход топлива В литрах 205 тысяч 470 Общее количество литров Общее потребление от Блю 11 килограмм Смешно Счетчик зажигания Процесс запуска Не завершен 1097 Процесс запуска Первый, второй Запуска второй 13681 Процесс запуска 5 секунд 57 13 тысяч Запусков Процесс запуска Температурного масла 10 градусов 5710 штук Процесс запуска Температурного Моторного масла 70 11 тысяч 99 Вин номер его Номер двигателя Цикл воспламенения 16698 Время работы Система 11353 Моточаса На 50 Умножайте Получите приблизительно Этот пробег Фактическое давление В Камонрейле 434 430 Но оно варьируется Но фильтра у нас забиты Отклонение давления В топливной рампе От полутора До девяти бар До шестнадцати бар Даже За цикл Прыжками Надо менять фильтра Парафин Ну вот так выглядит Его топливная система Система Топливоподготовки С фильтром Контур низкого давления Сейчас 638 Давление в топливном фильтре Это в вольтах Количество впрыскиваемого топлива В миллиграммах На форсунке 17 целых Почти с половиной Миллиграмм в час Фактическое давление В Камонрейле 432 437 Немножко прыгает Номинальное давление 433 428 424 Но фильтра у нас В парафине Еще раз говорю Клапан Управление подачи топлива Да Вот так это все и выглядит Температура топлива 11 градусов У нас Скорость Коленчатого вала Прокручивания 500 Презмерная концентрация Оксидов азота NOX Но это я сейчас В системе очистки Отблю После каталитического Катализатора Этот датчик NOX Опознает Что у нас Не экологический выхлоп Так Началось Это все еще Первое проявление 07.11.22 До сих пор Продолжается Это плохо Время прошедшее После стирания Диагностических кодов ошибок 3167 минут То есть тут Перед продажей Его просто потерли Общее потребление Отблю 11009 килограмм По вот этой цифре Можно вычислить Действительный пробег Но в принципе Он совпадает Так Что у нас В сажевом фильтре Содержание сажи 0 В сажевом фильтре Противосажевом Содержание сажи В противосажевом фильтре 0 килограмм Содержание золы В сажевом фильтре 0,09% Совсем мало Пробег После последнего Обслуживания Противосажевого фильтра 1732 километра Ну в общем то Перед Перед Как его продать Все это делали Сбрасывали пробег Прожигали сажевый фильтр Все вот это вот делали И сейчас он светит Все равно не экологический Выхлоп Причем это Было еще В 22 году Он зарегистрировал Последний раз То есть первый раз Давление от Перед продажей Количество отмененных передач 254 Ну и так далее То есть достаточно большое количество Отмененных передач Но и сцепления здесь уже Осталось совсем мало Минимальное значение Сцепления 26,2 миллиметра А максимальное значение 43,7 Точка включения Текущая 43% То есть Совсем мало осталось Сейчас вроде она стала получше Работать Отогрелась Немного Звук такой изменился Равномерный более-менее стал Но экология выхлопа горит И это уже повторялось Но на самом деле Фильтр сажевый чист И по расходу от блю Можно сказать Что топливная система Работает нормально Если только маслица Старенькая И он ее закидывает Туда Так сказать Испаряемость масла Повышенная Потому что старенькая И поэтому страдает Сажевый фильтр И скорее всего Из-за этого Экология нарушена В общем почаще Надо масло менять Но сцепление здесь уже Совсем чуть-чуть осталось Совсем чуть-чуть Так Давление масла Единичка При 74 Ну Вот эти двигатели У них такие показатели По давлению масла Но мне это на самом деле Сильно не нравится Потому что верхние распредвалы И давление масла Единичка Да Но это конечно Наводит на грустные размышления На самом деле Машина эстонская Судя по номерам Эст 543 БРП Сканирование завершено Ну что Блок управления двигателем Слишком низкий уровень Охлаждающей жидкости Ограничение замедления Моторного тормоза Это не здорово Конечно Но жидкость можно долить Это мелочи жизни Да она еще стоит Перекошенная Правый край Вверх Левый Вниз На бугорке Вот Идем дальше Ну система очистки Выхлопных газов Чрезмерная концентрация Датчика NOX После каталитического Конвертера Бедняга Датчик обгорел Единый контроллер Силового агрегата Блок управления Нижной заслонкой радиатора Компонент заблокирован Но это тоже плохо Ошибочка такая Посмотрим Информация о компоненте Ну вот он Жалюзи радиатора Блок управления Нижнего радиатора Вот так он выглядит Обогрев вентиляции Кондиционер Муфт компрессор Короткое замыкание на плюс Или обрыв цепи Активная неисправность Кабинный модуль Неизвестные ошибки Идут Их очень много Ну и в принципе И все Ну не так конечно страшно Но есть над чем поработать Что касается пробега То все сходится Пробег я думаю подлинный По отблю все сходится Да по многим показателям Сходится Вот что касается Электронных неисправностей Вы все видели Что касается датчика Нокс Он еще был в прошлом году Эта неисправность Выскакивала Я думаю что Экономия на масле Скорее всего Потому что форсунки Даже несмотря на то Что Фильтра забиты парафином В принципе нормально Адекватно себя ведут То есть топливная система Здесь ничего так И плюс Заглушка В головке С задней стороны Заглушка распредвала Подтекает масло Но у них Вот эта вот болезнь Почему-то Проявляется у многих Я не знаю С чем она связана Вот такой вот автомобиль И стоит он по-моему 9 990 Если мне память не изменяет С НДС Субтитры сделал DimaTorzok